Всем привет, дорогие зрители. Я сегодня хочу рассказать вам про цены в 2022 году у нас в Турции. Но для начала я хочу затронуть тему про ситуацию в Казахстане. Меня лично это очень тронуло, и мне больно. Общаемся со многими друзьями здесь, казахими, и многие также клиенты, которые хотели приехать. Связи никакой нет в сети, никто никак не может звониться. Я вот буквально вчера, 7 декабря, 7 января, кое-как дозвонились. Через Трюк Телеком мы открыли международные звонки. Международные звонки работают, но нужно 2-3-4 раза попытаться дозвониться. Там какой-то робот отвечает или вообще звука не выходит. Через несколько звонков на телефон уже отвечают. Насчет вот этих звонков вы можете и в Трюксель позвонить, и в Трюкселеком, чтобы они вам открыли международные звонки. Для тех, кто беспокоится о своей родне в Казахстане, потому что интернета до сих пор вроде нет. Сегодня уже 8 января. Мы дозвонились, они сказали, что вроде нормализовалась тема в Алма-Ате, мало стреляют. Но сказали отцу, сын сказал, что отец, не беспокойся, все нормально, мы дома все. Ждем, пока скажут, что уже ЧП закончилось, чрезвычайная ситуация. И все, я нажал отбой, теперь сегодня тоже хотели дозвониться. Там была такая тема, что в Трюкселекоме у друга, международные звонки, мы подали заявку, они не открывают. Уже вот прошло 12 часов, до сих пор не открыли. Я дозвонился к оператору, они сказали, ждите. Не понял, может быть, из-за Казахстана эта тема не открывает международные звонки. Но у меня было открыто, я использовал, я смог дозвониться. Я сейчас смотрю новости, просмотрел, вроде уже нормализуется эта ситуация. Миша Аллах, нормализуется до конца. Там начнется сейчас кризис, думаю, что какой-то уже начался. Из-за этого народ, после того, как все успокоится, захотят переехать в другие места. Может быть, и в Аланию прилетят. Так что я готов помочь во всех вопросах, переездом, оформлением документов, любые вопросы. Обращайтесь, помогу. Потому что мне самому очень больно за все вот это происшествие. Звоните, бизнес, что-то захотите здесь себе открыть, поможем, объясним. И будем вести вот все ваши эти дела. Квартира, недвижимость и тому подобное, дорогие зрители. Все. Начну я сейчас рассказывать о расходах в Турции. Какие цены на сегодняшний день? Минимальный расход для двух человек, для молодой семьи, что сколько обходится. Я вот сегодня был на рынке. Вроде цены на базаре, вот именно фрукты, овощи. Помидоры где-то у нас 5-7 лир между вот этой стоимостью. Все зависит от того, что когда вы в какое время суток пойдете. Вечером вроде менее цены падают. Потому что рынок закрывается, можете и подешевле найти. А насчет продуктов, я приблизительно скажу, какой расход посуточный. Там будет плюс-минус. Минимально, если купить хлеб стоит у нас 2,5 лиры, возможно, когда-то будет 3 лиры. Скажем, 3 лиры хлеб. Там молоко, кефир, мука, то, что важно для жизни. Макароны, гречка, рис. Минимум войдется вам 30-45 лир. 350 лир – это вот плюс-минус то, что вы тратите в неделю. Если купите мясо, то где-то 420 лир в неделю один раз. 500 грамм фарша стоит где-то 40 лир. Курица, ножки – 35-45 лир между ними. По моим расходам месяц уходит 1680 лир. Если в неделю покупать один раз, два раза мясо или фарш какой-то, курицу. Максимум, скажем, 2000 лир в месяц только продукты и овощи совмещенные. Мыло, порошок – это все зависит от вас. Не знаю, кто как пользуется. А если купить 5-10 килограмм, то хватает на 3 месяца. Кто-то 4 месяца пользуется порошком. Из этого посчитаю 300 лир из 7 продуктов. 2300 лир у меня вышел минимальный расход на месяц. Это самое минимальное, если жить с экономией. Электричество, вода. Электричество в сезон приходит мало, так как жарко, кондиционер кто-то включает, кто-то открывает двери, сквозняк дома. Все зависит от стороны квартиры – западная, южная, северная, восточная. Из-за этого тоже сложно сказать. У каждого человека электричество, коммунальный расход приходит по-разному. Я приблизительно сейчас скажу. Ямвар месяц. Вот мне двухкомнатная квартира. Жена каждый день включает кондиционер. И до утра у нас горит электрическая печка. Это уфа называть по-турецкой. Красная вот эта. Инфа красная. Мне пришло 500 лир. Вот зимой. Двухкомнатная квартира. Значит, 2300 лир я посчитал продукты. Скажем, 2500 округлим. 2500 плюс 500 лир электричества. Плюс вода выходит где-то 57 лир. 70 лир посчитаю. Плюс 70 лир. Кстати, электричество подняли. Сейчас стало 1 киловатт, 1,33 куруш или 37 куруш. Вода раньше стоила 1 кубометр, стоила 7 лир. Сейчас где-то 9 лир. Этот месяц, я не знаю, сколько придет. Уже жене сказал, чтобы она начала экономить. Мало включала печь электрическую. 3070 лир. У меня вышла свет, вода, продукты, овощи, фрукты. Скажем, 3000 лир выходит с коммунальным расходами. Минимальная зарплата, то есть минимальная трата на двух человек. А так, если у вас трое, четверо, думаю, что 3500-3800 лир. Минимальная зарплата в Турции на данный момент 4100 лир. Это самое минимальное. А так, 4250 лир. Там меняется квалификация по профессиям. Но мне вроде объяснили здесь местные турки, друзья. Некоторые будут сокращать компании именно, сотрудников. Потому что и так работы мало стало. И платить зарплату 4200 лир не каждый работодатель сможет. Вот такая ситуация на рынке на данный момент. И цены на недвижимость поднялись. После темы, что произошло в Казахстане, я думаю, что после того, как все успокоится, народ захочет прилететь именно в Алань или в другие регионы Анталии, цены, думаю, что снова куда-то поднимутся. Потому что что-то происходит с рынком, сами не понимаем. И так во всем мире цены на недвижимость понимаются. В других городах, возможно, если произойдет какой-то спад недвижимости во всем мире, в других городах, возможно, это упадет. Но в Аланье это как-то не влияет. Я звоню своим друзьям, нашим клиентам, которые приобретали недвижимость. И все они в плюсе 30%. Те, кто меня вовремя выслушал, купил на котловане, допустим, инвестировал, все сейчас в плюсе. У застройщиков все цены поднялись. Вчера только у нас друзья хотели застеклить балкон. Пришел мастер. Он показал всем нам, что стекло поднялось на 48%. И он дал оценку на этот балкон, где-то 28 квадратных метров. Посчитал квадратный метр по 1500 лир. Мы посчитали, там 28 умножено на 1500. 42 тысячи лир. Только вот балкон. Раньше балкон можно было застеклить за 23 тысячи лир. Вот так поднялась цена. Все говорят из-за того, что нестабильная лира. Но это уже всем ясно. Опять вроде лира поднимает. То есть падает. Сейчас посмотрим, сколько лиры стало в Бломберг. Уже доллар в соотношении к лире 13.86. А евро 15.76. Сегодня суббота. Рынок стоит. В понедельник посмотрим, какой курс у нас будет. Итак, дорогие зрители. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Во всех вопросах постараюсь вам помочь. Все, с вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Компания Prestige Paradise Алания. Всем пока-пока.